Здравствуйте! Число россиян банкротов, соответственно, в России превысило миллион. Столько россиян прошли процедуру судебного банкротства за 8 лет, с октября 2015 года по сентябрь 2023. При этом только с начала года такую процедуру прошли уже четверть миллиона должников. Резкий рост персональных банкротств начался с 2020 года. У нас же, в общем, все хорошо с экономикой-то. Дефицит трудовых ресурсов, минимальная безработица. Откуда же вал банкротств у счастливых граждан? А есть еще способ хорошего заработка, чего раньше не было, присоединиться к своим и получать стабильную зарплату. Заметно выше средний, вот там разные. Откуда же столько банкротов? Еще раз спрошу. Про помощь каналу не напоминаю. Кратко в Газе за две недели убито 1873 ребенка. Более 20 рейсов задержаны и отменено в аэропортах Москвы. В Южно-Сахалинске трое строителей упало с 17 этажа. Узбекистан просит открыть в России школу для узбеков. Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ, детских садов и школ для детей-мигрантов, заявил советник президента Узбекистана, как Рамон Куранбаев это сообщает ТАСС. Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выехцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству. Вероятно, советник президента Узбекистана не знает, что именно по российскому законодательству никаких этнических школ для узбеков, таджиков, украинцев, евреев и русских в том числе не положено. Любой, кто законно находится на территории РФ, может учиться в школе. Для нелегальных мигрантов это труднее, их для российского государства как бы нет. И еще есть проблема. Вообще устроить ребенка в хорошую школу непросто, а в детский сад, тем более, потому что школьное образование государства дать ребенку так или иначе обязан. А вот дошкольное – по желанию. Ну и классы для детей, слабо знающих русский язык, тоже актуальная задача. Все-таки из Узбекистана приезжают в Россию ежегодно. Больше двух миллионов гастарбайтеров. Для них что-то нужно делать. В России модернизировали действующий закон о тишине. Сегодня, 23 октября, его унесут в Думу. Новый проект предусматривает «Единое время тишины», распространяемое по всей России с 23 до 7 утра. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9 до 19, с обязательным перерывом с 13 до 15. Законопроект предполагает механизм санкции по отношению к нарушителям. Жильцы получат право убирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. Штрафы за первичное нарушение начинаются от 500 рублей для граждан, от 5 тысяч для должностных лиц и от 20 тысяч рублей для юридических лиц. Как быть с другим шумом? Музыкой, криками, шумом от домашней техники и прочим. Про внешний шум даже не говорю. Ремонтные работы под окнами – это катастрофа. Ну и как без них? Банки высказались против ликвидации остатков банковской тайны. Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Они видят в этом нарушение конституционных прав россиян. Сразу скажу, с конституционными правами у нас вообще беда. У нас конституция прямого действия, но попробуйте в суде защитить свое право, данное вам той или иной статьей основного закона. Утретесь. Вспомните хотя бы дела по 31-й статье конституции. Сколько народу пересидело, так и не сосчитать. Помню, волокут меня, служителя закона, в специальный конституционный автозак. Прямо на Триумфальной площади. А у дверей автозака – лукин, тогда уполномоченный по правам человек. И я ему – привет, руки подать не могу, на ней мент. А он мне – извини, ничего не могу поделать. Как следует из пояснительной записки, такая мера необходима для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах. Эти категории должны быть определены указом президента России. То есть закон примут, а кто под него подпадает, потом решат. Принятие закона проекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласия на доступ к их охраняемым персональным данным, в том числе к охраняемой законам тайны. Ну, про конституционные права я уже все сказал.